МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Гонитарь ТВД. Сегодня у нас на повестке дня более 14 вопросов. И сегодня, как традиционно, в среду-четверг проводится посещение студентов из различных высших учебных заведений. И вот сегодня у нас студенты... Откуда вы пришли? Из Славянского университета. Из какого факультета? Международные отношения. У вас были сегодня организованы встречи с депутатами? Да. С кем вы встречались? Мы еще ни с кем не встречались. Мы сидели в зале заседаний. А с кем вы планируете встретиться? С депутатом Достановым Долобаевичем, да? Ну как вам нравится здесь? Расскажите, пожалуйста, законопроект, который мы сегодня рассмотрим в рамках повестки дня об охране и защите от семейного насилия. Ну, закон, он нужен обязательно, потому что имеет огромное значение для каждого гражданина, который создает семью. Семья – это ячейка нашего государства. И чем крепче и дружно будет развиваться каждая семья – это залог здорового общества, это залог хорошей морали. Это в добром понимании я говорю. А есть и другая сторона, когда в семье насилие, когда в семье, значит, начинают издеваться над супругами, над детьми. Они – это, конечно, явление нежелательное. И этим законопроектом мы хотим защитить эти семейные ценности. Из-за того, что нет закона, регулирующие взаимоотношения между мужем и женой, имеют очень, скажем, нежелательные последствия. Это и при разводе, это при дележке материальной ценности или другие какие-то, скажем, претензии друг к другу. Поэтому все это нужно отрегулировать. Я думаю, принятие этого закона даст возможность все-таки, чтобы мы… Снизить, да, уровень? Да, естественно, снизить, минимизировать. Естественно, чтобы мы все были законопослушными. Сегодня также было перед вопросом разное, было обсуждено постановление парламентской фракции от Амикен относительно свободы слова, а также продление работы комиссии. Каковы итоги вообще? Что планируете в дальнейшем? Мы через комитет будем настаивать, чтобы данный вопрос о продлении комиссии поставили на переголосование. Мы считаем, что не было каких-нибудь вейских оснований для отказа в продлении, поскольку парламент шестого созыва создавал в порядке 20 комиссий. И каждая комиссия продлевалась, сроки продлевались на 2-3 месяца. Это предусмотрено законом и регламентом. На этот раз вопрос носит политический характер, и мы считаем, здесь преобладала как бы политическими мотивами. Комиссия по делу Умирок-Черкевича должна быть продлена на месяц. Здесь ничего страшного, поскольку комиссия будет рассматривать и не мешать суду и следствию работой комиссии ответить на вопрос, есть ли в данном деле политический мотив, либо его нет. Вы сегодня в ходе рассмотрения вопроса разное выступили с вопросом относительно выплаты национальной валюты, да? Для каких организаций? Поясните, расскажите более подробно. 22 февраля 2017 года за номером 32 был подписан закон Кыргызской республики о внесении изменений в закон об образовании. И согласно этому закону, теперь наши граждане, когда платят за услуги образования, заключают контракт со школой частной, или университетом, или детским садиком, они должны оплачивать только в самах. Университеты все, они должны контракт заключать только в самах. Это сами граждане наши просили, потому что, вы знаете, всегда доллар, они с доллара заключали, и доллар мог там расти, мог падать, да, и граждане из-за этого беспокоились, и вот мы сделали так, как они просили. Второй момент, теперь все платежи, вот тот же детский садик, школы, университеты, если это частные, да, допустим, или государственные, платежи должны осуществляться через банк, а если это государственный, допустим, университет, то на казначейский счет. Это мы сделали для того, чтобы были безналичные расчеты, чтобы узнать, посмотреть, да, какая сумма в сфере образования, на самом деле там очень большая сумма, как бы, ходит, да, а многие университеты говорят, что они не зарабатывают. Вот некоторые университеты, даже был случай, когда они принимали в кассу деньги, ну, потом аккуратно-аккуратно оттуда бухгалтера вытаскивали эти деньги, да, вот в одном из университетов даже был скандал, когда на 4,5 миллиона сомов там обнаружили недостачу, а если было через банки, тут уже таких проблем не будет, да, и университеты, или, ну, государственные наши университеты, или частные, они не смогут обманывать и говорить, что у них денег нет, мы уже хотя бы будем представлять, сколько системе образования ввертится денег. Таким образом можно провести вот эту процедуру изменения статуса дач поселков, в которых сейчас люди проживают на постоянной основе, статус жилмассивов? У нас только один выход по законодательству, потому что сегодняшнее наше законодательство говорит, что у нас есть два вида населенных пунктов, это города и села, то есть нет понятия дачи, поэтому мы должны перевести из категории дач на село, категорию села, то есть населенные пункты. На примере дачи СУ, когда пострадали наши граждане, у них оказалось, что ни у одного из них нет прописки в этом доме, потому что, и не может быть, потому что институт прописки, он прописывает только в селах или городах. В дачах нет возможности прописаться, они являются частной собственностью и выдаются документы на нее, регистрируются ГРС, но там никого не прописывают. Поэтому я уже несколько раз поднимаю, мы рассматривали это даже в комитете по моей инициативе, я требовал, чтобы правительство разработало механизмы, чтобы в ближайшие годы перевести все дачи, из ряда дач в населенные пункты. Что такое дачи? Это остатки Советского Союза. В будущем Кыргызстана не может быть никаких дач, поэтому мы должны эту тему закрыть, то есть перевести дачи в населенные пункты, в ближайшие города, их присоединить, и сделать их населенные пункты. А каким образом это можно? Каким законодательным актам? Это что даст нашим граммам? Конечно, он должен сперва заняться, как решить эту проблему, а не только вокруг больших городов. Поэтому правительство обязано решить эту проблему. Поднимали вопрос о подготовке к весеннепонимым работам, в частности, к нехватке ГСМ. Вопрос о нехватке ГСМ не стоял. Вопрос о том, что система на рынке ГСМ имеет определенное монополизированное влияние, некоторые компании. И это превратилось в некую порочную практику, когда весной, в момент проведения весенних полевых работ, цена на те или иные, на дизельное топливо, на другие виды ГСМ, начинает повышаться. Соответственно, мы заранее должны подготовиться, и в целях для того, чтобы обеспечить безопасность или доступ к ГСМ, мы должны диверсифицировать поставку ГСМ. То есть не только из одной страны, но и обеспечить поставку ГСМ из других стран, из того же Казахстана. На сегодняшний день те же фермеры большие, те же жители приграничных сел Чуйской и Таласской области испытывают огромную трудность в ввозе ГСМ в легальном порядке, потому что таможенные органы и пограничные органы Казахстана не дают возможности вывозить от ГСМ, потому что на сегодняшний день предприниматели, а также фермеры готовы возить, потому что ценовая разница ГСМ Казахстана и Кыргызстана очень большая, порядка от 10 до 14 сомов. Пошлина составляет около 5000 сомов за тонну. Соответственно, люди готовы ввозить с той стороны, соответственно, получать дешевле от ГСМ. Но вследствие того, что сегодня имеются определенные проблемы, люди задают резонный вопрос. Находимся мы в едином экономическом пространстве или нет? И почему мы не имеем доступ к темным товарам и услугам соседей наших стран, в которые входит в единое экономическое сообщество? Антимонопольная служба, какие меры она предпринимает? Вообще, почему они не действуют, если каждый сезон поднимается цена на бензин? Антимонопольный орган практически бессилен. Он не имеет статуса ни правоохранителя, ни другого органа. Сегодня мы теряем по бюджету огромные средства, когда мы говорим о контрабанде ГСМ из соседних стран. Потому что само такое положение вынуждает людей заниматься контрабандой. Потому что разница в ГСМ между... Там буквально 3 или 5 километров у них, они живут на расстоянии. И они ввозят этот ГСМ. Мы могли бы легализовать и получить в бюджет огромные средства. Вот, допустим, и финансовая полиция, правительство заявляло об огромных тоннажах и объемах ввоза нелегального ГСМ. На сегодняшний день, если бы мы деферсифицировали и дали возможность... Или бы второй путь есть путем интервенции. То есть мы могли бы снизить таможенные пошлины сезонно, допустим, на 2 месяца. То есть с 5 тысяч тонн, условно, на 2,5 или 3 тысяч тонн. За счет объема легализации мы получили больше поступлений в бюджет. По некоторым прогнозам. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. И на этом у нас программа ГУНТАРДОНДА завершена. После 14.00 вы сможете далее смотреть заседание Джорки Неша, трансляцию заседания по телевидению «Пирамиды» и слушать заседание парламента на радио парламента ФМС. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»